Кто пришел? — Пушкин, — ответила блюдца. Шишкин, желая проверить, действительно ли это, Пушкин спросил. — Скажите, это ваши слова? Могучи силы Божьи, почти как бездорожье. Приведя цитату из неоконченной главы Евгения Онегина, которую мало кто знал. Мы тоже слышали ее впервые. — Мои, — признался поэт. — Володя, желая проверить, все ли он помнит из прошлой жизни, задал тоже пропагационный вопрос. — А сколько басен вы написали? — Ни одной. — А чья же басня? Художник и сапожник? — Это не басня. — Но это же ваши слова. Суди, дружок, не выше сапога. — Мои. А у нас издатели печатают ее, как басню. — Нахалы! — возмутилась Болюция и в волоне не заходила туда-сюда. Пушкин раз нервничался от такого известия. — Это стихотворение, — заверил он. — Я писал его, как стихотворение. — О любви и вдохновении подхватывает Пушкин. — Вы хотите посвятить нам новые стихи? — Только прошу, что-нибудь новенькое. Лариса колыбается, приготовит слушать. Пушкин тут же подхватывает слово новенькое и пишет. — Что нового могу сказать тебе, мой друг? Любовь стара, как жизнь поэта. Но вдохновение не приходит вдруг. И вновь я славлю чудо это. Она прекрасна, как воды глоток, как роза майская в сиянье лето. И счастлив я, что мне любви глоток позволили хлебнуть хоть с того света. Мы перечитываем и строчки, восхищаемся. Получились прекрасные стихи, замечательно. — Да, я не сомневался, — согласился мой. — А еще что-нибудь можете сочинить? — спросила медиум. Об измене. И дух выдает два следующих четверостишья. Что может горше быть измены, Когда вся жизнь отравлена? Везде такие перемены, Одна измена лишь стара. И травят жизни молодые, Любовь всю втаптывая в грязь, Дает плоды она гнилые, Над чувством обретая власть. — Замечательно. Ваш талант с годами только расцветает, — Похвалила его Лариса Ка. На ее слова дух отозвался новыми стихами. — Я счастлив, что друзья со мною, Что вновь мы вместе собрались, Во мне взыграло ретевое. Пусть дольше длится эта жизнь. Духа думает, как продолжить это стихотворение, Плюца в это время ходит по малому кругу, Потом начинает писать второе четверостишье. Я пью, да-да, на бокал бездонный, За дружбу и за счастье пью, И вновь я буду окрыленный, Дерзать за музу лишь свою. Плюца опять заходила, В задумчивости по малому кругу, Мы перечитывали оба четверостишье, И Шишкин заметил, Прямо как Пушкин написал. Но Плюца тут же отреагировала на его замечание, Написав, Почему как это и есть я?